Сегодня я расскажу о свободной камере в Unternet. Да, она существует более шести лет, но видя скрины и трейлеры создаются ощущение, что о ней попросту не знают. Для чего нужна свободная камера? Наблюдение за игроками в качестве админа, съемка видео и трейлеров, ну и конечно же красивые скриншоты. Кому доступна свободная камера? В одиночной игре по умолчанию, а вот на сервере ее могут юзать только админы. Но прежде чем начать, давайте включим отображение режимов. Открываем настройки и переходим в Option. Включаем отображение FPS, Ping. Вообще существует 5 режимов камеры. Орбита, трекинг, локинг, фокус и плавность. Чтобы активировать, переключаемся в виду третьего лица и нажимаем Shift. F1, F2, F3, F4, F5 в зависимости какой режим нужен. Некоторые можно комбинировать. Shift, F6 позволяет открыть специальное меню строительства, но об этом в другом видеоролике. Ладно, показываю основные режимы. Переключаемся в виду третьего лица и нажимаем Shift, F1. Если все нажали правильно, камера заедет в персонажа. Это самая простая свободная камера. Управляется мышью и стандартными кнопками, как при управлении персонажем. Важное отличие, чтобы менять скорость, крутим колесико мыши вперед или назад. А с помощью клавиш Q и E можно поднимать и опускать камеру. Находясь в режиме свободной камеры, ей можно добавить плавности. Для этого нужно нажать Shift, F5. И теперь камера чувствуется не такой же деревянной, а более плавной. Также можно как бы закрепить камеру, то бишь юзать трекинг и управлять игроком. В этом случае камера будет двигаться вместе с игроком. Для этого я подлечу чуть поближе к своему персонажу и зажму F1. Так удобнее регулировать свой ракурс, это передаст управление от камеры к персонажу. И можно записывать видос или делать скриншот. Чтобы открепить камеру, также нажимаем Shift, F1. А да, еще бы неплохо отрубать интерфейс. Клавишей Home. Если сидишь с ноута, посмотри в настройках игры какая там кнопка. Ладно, сбросим все нажатием клавиши переключения вида. Мы уже рассматривали трекинг, но не будет лишним, если скажу, что у него можно сразу зайти с помощью клавиш Shift, F2. Это даст управление над персом и камера будет двигаться за ним. Можно регулировать также передвижением свободной камеры. Это Shift, F1. Надеюсь, никто не запутался. Локинг – это режим закрепленной камеры. Нажимаем Shift, F3 и камера закрепляется. Мы можем двигаться персонажем и убегать за пределы камеры. Она никуда не денется. Нажимаем Shift, F1 и двигаемся, например, к дороге. И закрепляемся, опять же нажимая Shift, F1. Теперь можно снимать какие-нибудь сценки. И последнее – это фокус. Просто фокусируется камера на персонажа. Удобно для подсъема проезда машин. Можно подойти, например, к дороге, нажать Shift, F4 и прокатиться мимо камеры на тачке. Камера будет как бы поворачиваться за ним. Или нажать Shift, F1, чтобы в режиме орбиты вертеться вокруг игрока. Тоже иногда для каких-то подсъемов годится. У меня делается это плавно, потому что я нажимал клавишу Shift, F5. Это дает плавность. Ее можно отрубить и той же комбинацией. Примерно так работает свободная камера в Anturnet. В целом это все, что нужно знать. Какие клавиши нажимать. А дальше можно методом тыка комбинировать. Ибо сколько видосов не смотри, сразу не запомнишь. Нужна и практика. Ну а с вами был Эстерн. Спасибо за просмотр этого видеоролика. Тыкай лайк, оставляй комментарии. Ну и не забывай подписываться на канал, чтобы отслеживать другие мои видеоролики. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok